Мы являемся свидетелями достижений человечества в области возобновляемой энергетики и передовых технологий, предназначенных для развития зелёной экономики. Экспо. День 31. Фото на память в павильоне лучших энергетических практик. Камеры на подвесном кругу с потолка помогут запечатлеть момент вашего посещения Экспо. Фото можно отправить на свою электронную почту. Все эти камеры работают за счёт электричества, сгенерированного самими посетителями. Ток производится с помощью специального напольного покрытия плиток ПВ-Джин. Индукционный генератор приходит в движение, когда по нему ходят люди. Так и вырабатывается энергия. Данные плиты вырабатывают энергию с каждого шага человека примерно 5-8 ватт электроэнергии. Эти плиты устанавливаются в оживлённых местах, допустим, в аэропортах, остановках и площадях. Данная технология используется в 30 странах мира. Устанавливают его в школах и бизнес-центрах. Данная технология работает более чем в 150 точках по всему миру. Проект, который зарождался как стартап, сейчас стал очень популярным. Плитки ПВ-Джин были безвозмездно установлены в одном из колледжов Нигерии, где для выработки электричества раньше использовался дизельный генератор. Искусство робототехники на Экспо-2017. Арт-зона выставки продолжает удивлять гостей умными технологиями, которые создают бесконечные числовые линии, рисуют натюрморты и создают проекцию ВАЗ силой вашего голоса. Эти роботы способны создавать новые образы и формы, а не самые лучшие образцы искусственного интеллекта. К примеру, дунув или проговорив в этот сенсорный микрофон, вы можете нарисовать ВАЗу. Думается, каждому гостю Экспо будет интересно увидеть ВАЗу своего дембра. У нас получилась такая. Добро пожаловать на выставку Астана Экспо. Колебания, поступающие через микрофон, кодируются через специальную программу. Громкость и длительность произнесенного звука определяют высоту и ширину объекта. Популярностью в арт-зоне пользуются также роботы-поль. Они рисуют натюрморт в стиле 16-17 веков. Автор Патрик Тресе сам являлся художником, работал в сфере искусства. В 2003 году из-за болезни он лишается возможности рисовать. И после у него возникает идея спроектировать таких роботов. В арт-зоне выставлена и специальная экспозиция, созданная для Экспо. Это колонны Астана. Так их назвал создатель немецкий художник Майкл Ханс Майер. Формы колонн смоделированы на компьютере и вырезаны с помощью лазера. Трудно представить, но в одной колонне 5000 слоев бумаги. И вес одной составляет 400 килограммов. Они повторяют формы колонн Камбоджи. А вот выбранный зеркальный фон делает количество этих колонн бесконечными. В Астану из сердца Европы Люксембурга прибыла семья Чарльза Лесс. Гостю 56 лет, из которых 30 посвящены профессии стоматолога. Ну а хобби души – путешествия. Семья повидала более 100 стран, а Центральную Азию они открывают для себя через столицу Казахстана. Незадолго до этого они были в Катаре и Румынии. А после выставки на карте путешественников стоит отметка Ирландия. Еще в прошлом году они видели начало строительства выставочных комплексов в Дубае. Теперь же в планах посетить Экспо 2020 года. Свой маршрут по столичной выставке гости начали с павильонов европейских стран и уже открыли для себя мир зеленых инноваций. Наша страна изучает космическое пространство для развития энергии будущего. И в этом мы лидирующая страна в мире. Об этом можно подробно узнать в павильоне Люксембурга. Что касается Астаны, то это очень чистый город. Местные жители очень вежливые. И я считаю Казахстан либеральной, мультикультурной и открытой страной. Мне здесь очень нравится. Восхитительно. Субтитры подогнал «Симон»